Бегетон ТВ Спасибо культурному центру ЗИЛ за помощь в организации съемок Привет! Привет, Дарусь! Длинные-длинные вводные у нас Я начну, наверное, с самого главного вопроса Что такое ЗУК Клаб? В интернете написано, что ЗУК – это зебра, улетела куда? Это потрясающая расшифровка ЗУК, но ничего кристальнее и яснее не становится Ну да, ЗУК – это аббревиатура, которую мы придумали в 2002 году И поначалу мы ее использовали в качестве такого нейма, который мы писали на улице, на разных стенах Вы занимались сцеными? Ну, скажем так, тегами, флопами, какими-то более объемными такими шрифтовыми композициями Легким вандализмом занимались ребята в 2001? Ну, скажем так, в 2001 мы занимались именно этим Так И продолжаем, в том числе и сегодня Ну, за это им уже деньги платят, как ни странно Ну да, тогда вот за вандализм не платили, но сейчас начали, это не может не радовать Поняли, что очень много людей присоединяются к этому, скажем так, к этой аббревиатуре, к этим трем буквам Во-первых, нужно было их расшифровать, но мы поняли, что зебра улетела куда, как никакое другое название там лучше не подходит Оно задает очень много вопросов, а как ты знаешь, художник, он должен задавать вопросы и предсказывать будущее Поэтому, ты знаешь, это действительно было неким предсказанием, потому что спустя 20 лет я понял то, что я оказался на четырех континентах этой земли, где оставил свою работу И в моем количестве порядка 45 стран, где я бывал и тоже что-то рисовал, то есть зебра оказалась летающей по-настоящему То есть настоящая зебра передо мной находится, олицетворение Получается, что так, или ее частичка там, этой зебры, то есть ее дети Мы достаточно быстро заявили, скажем так, о себе, про нас многие узнали И это дало толчок некий для дальнейших проектов, то есть в какой-то момент мы поняли, что нас узнает практически каждое рекламное агентство в этом городе То есть сначала к тебе приходит твой друг, говорит, слушай, мне так нравится твой рисунок, можешь мне что-нибудь нарисовать на моей стене дома, например Или на машине, там на капоте, там или в боулинг мне разрисуете Потом приходит чувак, такой говорит, ну я там, у меня свой банк небольшой И таким образом ты встречаешься с руководителем департамента культуры этого города И вы обсуждаете какие-то культурные проекты, которые вы реализуете в дальнейшем там в Москве И это видят просто все Вот к этому мы, кстати, тоже попозже придем, к тому, как с государственными институциями стало у вас происходить взаимодействие У меня вопрос пока еще в 2001 году Вы существуете уже порядка 20 лет, да, уже большая история То есть начиная с тегов на улице, заканчивая сейчас мировыми брендами Там Nike, Spotify Кстати, вот про Spotify На флаконе, про самостоятельно флакон сейчас появился большой мурл, который вы делали в коллаборации, да, с Spotify То есть это такой, казалось бы, на бумаге вот у меня нарисованный такой короткий путь На самом деле это очень сложный, сложный выход на крупные мировые бренды Вот когда впервые поняли, что вы действительно зарабатываете, не расписывая кому-то боулинг-клуб, да А действительно к вам приходит бренд Вот что произошло знаковое такое, что к вам пришли? Ты знаешь, вот делая каждый день одно и то же, вот каждый день Ты потом оборачиваешься и видишь то, что ты такой путь прошел, что вроде бы ничего не менялось Но я сегодня, наверное, вот из таких крупных брендов даже не могу тебя назвать, с кем мы не работали То есть мы практически вот со всеми Ты первый кто пришел? Я не знаю Слушай, первый, самый клиент, я помню вот первый заказ за деньги, который я сделал Да, какой это был То есть я там расписал такую стену, там какая-то Сакура была нарисована, знаешь Но это вот какие-то знакомые там Сколько стоило Сакура от Zuclava? Честно говоря, тогда там цены другие были, вот, я даже не знаю, ну 10 тысяч, может быть, это как сегодня, может быть, там 5 или 50 Я даже не представляю, сколько это тогда Ну да, на сферляция такая То есть там вообще сложно сказать, что было 20 лет назад и как это все было устроено Но самое главное то, что к нам постоянно обращаются повторно Я понимаю, что, ну, наверное, сейчас нету вообще в Москве как бы вот такого коллектива, который может вот оперативно влететь и вот справиться с тем, что, ну, больше никто не сделает Вот опять же, там, ты говорила про проект Spotify То есть нам сказали, что нам нужно сделать рисунок за 2 дня Придумать эскизы, нарисовать все и все вы... Ну, то есть это нету больше в этом городе людей, кто сможет это сделать То есть, а мы это сделали Вот для меня это вот такой, как бы, такая команда прям Вот команда это то, чем я, в принципе, живу То есть я никогда не хотел создавать имя одного человека Там никогда не хотел, чтобы Зу Клаб называлась там Сергей Овсейкин То есть вообще вот феномен группы, он достаточно редкий Ну, как бы, как правило, все, каждый за себя Вот А я всегда хочу и хотел все эти годы, чтобы была команда, чтобы всегда можно было там на кого-то облокотиться На сегодняшний день у нас такая команда есть И мы готовы справляться просто с фантастическими объемами Это то, чем я вот горжусь Вот, есть очень сильные художники, наши, ну, друзья И некоторые из них, я прям завидую, я не умею так рисовать И назови имена, кому ты завидуешь? По технике мне очень импонирует художник Марат Данильян Под псевдонимом Морик Мне очень нравится то, что делает художник Кирилл Кто Тимофей Ради, это те люди, которые, ну, для меня являются такими мастодонтами Мне очень нравится, как свой бренд создал художник Пакрас, Лампас То есть есть ребята, которые меня вдохновляют Они меня мотивируют для того, чтобы я сам что-то делал Это самая сильная мотивация, я бы так сказал Когда ты видишь крутой проект человека, там, художника из твоего поля То ты начинаешь сам что-то делать Вот, но ни у кого нет такой команды, как есть у меня Поэтому это наша, как бы, ниша Мне кажется, вы не просто ребята, которые не привязаны к какому-то конкретному месту Типа Москвы, да, и даже России Вы такие зебры мира Да, я не могу сказать, что моя граница, моего мира находится на границе РФ То есть, как бы, все-таки она, как бы, шире Я вообще не вижу смысла в этой границе У меня вопрос про границы У вас есть одна работа, которая, мне кажется, ключевой в вашем творчестве Во многом символизирует вот это ваше стремление эти границы разрушить Эта работа называется «Клетка» Находится она на стене в Петербурге, в музее стрит-арта И это самый большой мурл в России Групповой автопортрет Это такое грандиозное, грандиозное событие Вообще, мне кажется, для развития отечественного искусства в целом И знаете, что очень понравилось? Помимо того, что это про разрушение границ Такой первый уровень смысла, да, который я считаю, по крайней мере А второй – это глубокая, очень любопытная ирония Вы заявляете эту иронию, как иронию над популярностью стрит-арт-художника Потому что вы открываете свою внешность, не просто открываете, а кричите о ней всему миру И эта ирония еще над самим пространством музея Который вы называете зоопарком стрит-арта Выставка, для которой был сделан этот мурал, называется «Вспомни завтра» «Вспомни завтра» – это такая попытка художника поразмыслить на тему будущего Отталкиваясь от того, что уже пройдено И когда мы начали вообще прорабатывать это все Ну, безусловно, мы сначала не собирались рисовать себя Там и какие-то огромные эти портреты Вообще это все так странно Но поняли, что, во-первых, на тот момент мы уже сделали достаточно много портретов разных людей И некоторые из этих людей, ну, не все были достойны того, чтобы у них нарисовать портрет там огромного размера Например, кто? Ну, то есть в какой-то момент мы делали портреты с какими-то военными деятелями Ну, то это было там один или два раза по заказу какого-то департамента Потом мы были разочарованы этим всем Потому что все-таки поняли, что мы не хотим изображать людей, которые как-то связаны с войной Да, они там защищали нас, это все понятно То есть вообще вот эта вся история 9 мая Она как бы, да, но не в той подаче, в которой это все мы получаем Вот, поэтому когда пришла вообще, в принципе, мысль о том, что если изобразить себя Это же настолько как бы пафосно И вообще, как кто-то может себя при жизни там изобразить такого размера Вообще в этой стране нет рисунка, ну, чего-то портрета больше, чем мы собирались сделать Это вообще большая заявка смелая, достаточная для стрит-арт-артиста Это раз, второе это то, что ты уже, ну, как бы обозначила Что, да, уличные художники это вот те, кто все в капюшонах бегают, прячутся и никогда там не вылезают То есть это вот такие люди, как Бэнкси, которых никто никогда не видел А тут вот эти лица-то бери там их и вот находи в соцсетях, лови там за это Вот, три это то, что, ну, это самая, наверное, основная мысль этой работы Как бы ты как художник всю жизнь кому-то что-то доказываешь И всю жизнь ты с этим связан, вот с этой оценкой Причем люди-то оценивают, ну, не всегда как бы, ну, заточенные под эту оценку Это не всегда искусствоведы там или какие-то профессионалы Это все подряд, то есть, скажем так, ты становишься художником вот в тот момент, когда, ну, ты уже всем все доказал Вот, и эта клетка символизирует некий путь художника от начала до того момента, когда ты из нее вылезаешь То есть он находится, этот художник, в заточении, но в тот момент, когда он уже доказал, он из нее вылезает И поэтому мы там изображены с такими щипцами там и пытаемся из нее выбраться И у нас уже появляются вот эти дыры в этой клетке, и мы как бы все, мы вылезаем из нее То есть уже все поняли, что мы нарисовали три с половиной тысячи метров своих портретов, как бы И не побоялись это сделать То есть вот это вот как бы идея такая Вот, что касается... Ну, вы вылазите из этой клетки и попадаете в зоопарк музея стрит-арта? Такая история, что да, то есть ты попадаешь вот в какое-то место, но это как галерея Для меня это то же самое, что галерея или музей То есть если ты как бы рисуешь на улице, то тебе не обязательно там находиться То есть ты можешь это сделать, но в принципе не забывай о том, что ты как бы там... Не забывай свои корни и помни, да? Да, поэтому сейчас как бы время прошло уже там с тех пор мы очень много начали общаться вообще с институциями, с галереями и так далее И продаемся там на разных площадках И несмотря на это мы все равно полностью не уходим Я все равно себя позиционирую как уличный художник И в год у меня создается там 15, наверное, таких больших достаточно работ на улице Ну, понятно, что там в один год больше, в другой меньше Сереж, мы заговорили про галереи, да, и у тебя есть выставки Кстати, ближайшая выставка, напомни, пожалуйста Да, я сейчас начал с этого года активно сотрудничать с галереей 11-12 И она находится на винзаводе 29 июня откроется такое мое персональное соло-шоу Я представлю какие-то новые работы, их достаточно много будет И вообще весь зал так будет интересно сочинен И вот вопрос в связи с этой персональной, с персональным уже подходом Уходом от клаба, да, и приход к сольным проектам, да, скажем Как-то сравнить, если возможно, да Выставки помогают продаваться или все-таки для стрит-арт-художника Важно заработать имя вне стен галерейного пространства Вот откуда приходит условный такой финансовый трафик? Ну, я никогда в своей жизни так вот прям стабильно не зарабатывал на продаже картин Во-первых, их очень мало было за все время Как-то, ну, не было такой задачи вот сделать много работ То есть это может быть стенка где-то там в помещении, в интерьере Но это не работа В связи с этим есть некий дефицит на холсты То есть их мало А все, что мало, все стоит дорого Сколько стоит твоя работа примерно? Ну, зависит от размера, от техники Но в среднем это 4-5 тысяч евро стоит работа Вот если вы сейчас приедете в галерею Ну, примерно такие цены вам предложат А напрямую я уже, ну, как бы не могу продавать работы У меня есть эксклюзивный контракт с галереей Поэтому, но есть еще альтернатива Вы можете там, как такие молодые коллекционеры искусства Если там бюджет ограничен Приобрести тиражную графику Например, ну, шелкографию Или какие-то линогравюры То есть это изображение, которое печатается тиражом 10, 20, там, 30 копий Подписывается художником И все И как бы ты за небольшую стоимость Можешь дома у себя повесить Вот оригинал моего произведения И просто от него кайфовать Сереж, а сейчас в Зоук-клабе Какая твоя позиция? Ну, то есть это фронтмен Это, не знаю, бизнесмен Менеджер, возможно Или духовный лидер Я, скажем так, никогда там не назначал себя фронтменом Для меня это не так сильно важно То есть если у тебя получается делать ряд каких-то задач Это плюс-минус все неплохо выглядит Вот, то здорово То есть поэтому в какой-то момент люди там и внутри коллектива И снаружи начали там говорить, что я руководитель этого проекта Хотя там, ну, разницы нет, ты руководитель или я То есть мы делаем вот такую Толкаем вот этот паровоз как бы куда-то вперед И хорошо всем нам от этого Ты знаешь, вот на сегодняшний день в России Художник это не человек, который вот рисует картины А это человек, который вот просто супер многофункциональный Он и СММ-менеджер И договоры он делает И юрист, и вот водитель Сметы считает И тут он залезает И альпинист И все подряд То есть ты как бы живешь такой жизнью В котором тебе необходимо уметь очень много всего делать Вот Но и художники, скажем так, ну, поменялись Если раньше, ну, они не представляли вообще, что такое Ну, в советское время какие-то вот вообще деньги Там, как это все продавалось И когда там появился первый аукцион Сотбис в Москве Когда эти художники, они даже не знали Сколько эта цифра означает За сколько они продали, ну, свои работы Вот за границу тогда Вот сейчас тоже такое с кем-то происходит Я не могу сказать, что мы завалены вообще деньгами там И живем там вообще просто в каком-то, в какой-то сказке В этом мире, в котором все вообще думают Как им прокормиться там вообще То есть куча в художественном мире, ну, людей И художников, у которых нету денег И нету спроса, там, заказов и так далее Вот, но есть те, у кого есть Поэтому, ну, их меньшинство, как правило У нас в этом году стен на, наверное, где-то 10-15 тысяч квадратных метров Нужно расписать, если вот их все сложить Это просто гигантские площади А вот если в деньгах, это какой оборот примерно средств происходит? Все проекты разные, скажем так То есть за одни проекты мы понимаем, что мы можем взять прям много денег Потому что это какая-то крупная там корпорация Она может быть и госкорпорацией, а может быть просто какой-то банк И это проекты, на которых мы зарабатываем Они могут нам компенсировать, например, сразу там 3-4 месяца Ну, каких-то не суперактивных У нас бывает тоже сезонность Например, январь, февраль, март – это то время, когда мы обычно там работаем в мастерской Создаем какие-то холсты Потому что, во-первых, холодно на улице не порисуешь А во-вторых, просто все вот после вот этих новогодних пьянок Там никто еще в себя не придет, либо не приехал там с каких-то отпусков И активная работа начинается, ну, где-то с апреля уже и до конца года Участвуя в проектах госкорпорации, вы участвуете в тендерах? Периодически мы участвовали в тендерах, но, как правило, кто тендер создает Им не нужно имя То есть им просто, вот у них есть задача, там, то или иное расписать Не надо, чтобы это было суперкруто Мы все-таки работаем с людьми, которые пришли вот в ZooClub То есть к нам приходят и говорят, мы вас знаем, мы хотим вас То есть если по цифрам говорить, там, вот у нас есть какая-то стоимость квадратного метра, например Какая? Вот Когда мы рисуем, например, у тебя дома, у тебя, там, 10 квадратных метров Я, наверное, могу эту стенку сделать, там, за 150 тысяч рублей Вот Ну, опять же, смотря что рисовать Если этих метров тысяча, то мы уже не можем продавать, там, по 15 тысяч рублей квадратный метр Потому что, ну, в итоге бюджет будет вот таким Вот И мы уже договариваемся, то есть он может быть, там, 5 тысяч, 3 тысячи Там, в какой-то момент он может вообще дойти, там, до 1000 рублей Если мне, там, предлагают на Марсе расписать стену То есть мне проект интересен То есть мы гибкие достаточно Еще это связано с тем, что... Ну, это не значит, что нас надо продавливать Это не значит, что художники должны быть голодными, да? Да-да-да, это факт Поэтому, если я понимаю, что у меня, ну, как бы и мои команды, то есть график расписан И есть, как бы, вот одна неделя свободная, там, где-нибудь в июне Я не буду, там, пытаться делать себе, ну, или спорить с клиентом, там, как торговаться, если мне нужно закрыть А если у меня уже все закрыто, ну, я уже от балды могу ему сказать, чувак, это будет стоить, там, столько-то, там, целую кучу Если надо ему очень, ну, да, он, наверное, может заплатить и столько И тогда уже мы будем думать, как нам отказаться от других проектов, которые мы уже подписались Какой-то мега счастливчик тут просто потрясающий, где очередь клиентов стоит Что случится, если вдруг их не будет? Чем ты будешь заниматься? Такого не может быть Всегда будет клиент Ну, то есть, когда ты проделал путь в 20 лет, этого просто невозможно У тебя такой, как бы, ну, кругозор вот этих людей, окружение, вот эта цепочка То есть, если я удалю Инстаграм, Фейсбук и вообще все, и даже сменю номер У меня все равно будет работа Ну, эти люди меня найдут каким-то образом Вот, и я им дальше что-то буду рисовать Ты сравниваешь известных стрит-артистов с рок-звездами современными Ну, наверное, да, можно такой какой-то параллель провести Да, и узнаваемость в данном случае важная история, да? Ты говоришь, что меня знают, ко мне приходят Скорее узнаваемость человека дает ему больше привилегий в бизнес-мире Или анонимность, вот эта игра в анонимность Ну, смотри, есть там Пелевин, Дафт Панк, Бэнкси Это люди, которых мы никогда не видели, но мы их все знаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!